Мы, конечно, народ особый. Под словом народ, я разумею, людей всех наций нашего большого народа во главе с великим русским народом. Закалка у нас, наверное, особая. Жизнь всегда трудная была. Вот народ и закалялся. Все время ведь звучал этот вопрос, как выжить, как решить неразрешимую проблему. Как оно? Что? Выносливость в себе развивали, что ли? Силу воли, находчивость нарабатывалась. Наверное, так. Ну, мы люди простые, как говорит один мой персонаж. Я уже в образ вхожу. Возьмем простые примеры. Вот за границей. Что они там пьют? Ну, вино, ликерчики со смородинкой, с клубницкой. Вот одна францужинка пришкандыбала к нам, гурманка, и смешала французский коньяк Наполеон с нашим коньяком Кутузовым. Я шутила всю тяжесть войны 1812 года. А у меня закалка, да? Вон, в прошлый Новый год проявил силу воли, полностью отказался от Оливье. Следующий. Откажусь от мандаринок, потому что мне надо точно узнать, почему мне так плохо 1 января. Все эти заграничные штучки мы знаем наизусть. Виски со льдом вредят почкам. Джин со льдом вредит печени. Ром со льдом вредит мозгу. Этот чертов лед невероятно вреден. Я по себе чувствую просто. Сажусь за стол обедать, руки сводит. Понимаешь? Сводит руки. Жене говорю, что делать? Ты же умная, придумай что-нибудь. Она смотрела, смотрела, думала, думала. А потом говорит, а ты, говорит, разминайся. Разминайся. Это страшный стиль. Надо же такое придумать, а? У нас придумщики, дай Боже. Вон у меня приятель говорит жене, ночью главное. Попрыгай по кровати, пусть соседи думают, что мы сексом занимаемся. А утром она ему уже говорит, постучи ложкой по тарелке, пусть думают, что ты завтракаешь. Надо же такое придумать, а? Это ж потрясающе. У нас все находчивые, от мал до великого. У меня бабке 83 года. Работу на дом взяла. Да? Секс по телефону. Я случайно узнал. Она громкую связь включила, чтобы у нее руки свободны были. Она в это время вяжет, она. Захожу в комнату, сидит в кресле, расслабилась. Челюсть в стакане. Ноги в тазике себе парит. Кипяточку подливает и постановит. С переливами. Фолосок. А, челюсть в стакане. Слышал маньяк на другом конце провода. Тебе хорошо и мне хорошо. А почему ты не выговариваешь букву Р? Ты что, совсем юная? Да, я совсем юная. У меня 16. Мне недавно выпали морожные зубы. Да, так что у нас все находчивые. Вон, возьмите эту Турцию. Почему мы туда едем? Потому что там все включено. Но нам этого мало. Да? Один наш, турком, каждое утро на нервы действовал. Он приходил на шведский стол в шароварах. На шароварах здесь резинка. Туда продуктов помещается по самые помидоры. В этом отеле выпендрилась горничная. На постели выложила из полотенец лебедей. Но наши в долгу не остались на той же постели выложили из окурков слово спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Знаю наши. Действительно, все находчивые. Вот вам пример находчивости дремучего старика. На дороге, не бог весть какой центральной, средней дорожкой, стояли два гаишника. Солнце пекло, лето. Двенадцать дня, самое то. Час проходит, другой проходит. Ну, нет ни одной машины. Ну, такое тоже бывает. Редко, но бывает. Значит, домой с пустыми руками уходить не хочется. Видят, телега едет. Старая телега, старая лошадь, старый вощик. Слушай, ну давай хоть его остановим. Ну, может, что перепадет. Может, просто разыграем. Предъявите документы. Дед, поднимая хвост лошади, сказал. Посмотрите в бардачке. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас даже комары, и те хитрыми стали. Да, подлетают, садятся на постель, дальше пешком идут, чтоб слышно не было. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас все островы. Вон, один у входа на свою дачу написал, значит, объявление. Собака не злая, но нервы не к черту. Его все обходят. Даже вот те, кто по-русски плохо разговаривает, научились у нас находчивости. Да, точно, я уверен. Я сам видел на Восточном базаре ценник на колготках. Женский трус с длинным рукавом. АПЛОДИСМЕНТЫ А кавказец, который не знал, как по-русски сказать, курица, указал продавщицу на лежащие на прилавке яйца и спросил, а где мама? АПЛОДИСМЕНТЫ Соображает человек? Что ты такое придумываешь? Недавно додумались. Сели, значит, трое парней вообще. На мотоцикл сели. Подряд вот так. Не с коляской, а вот так, как на лошади. И едут. Ну, гаишник возмущается, машет жезлом, свистит, останавливает. А этим хоть бы что, дуют мимо. Последний пассажир его заметил и закричал ему. Ну, что мы тебя на голову посадим, что ли? АПЛОДИСМЕНТЫ Мы народ особый, но нам все время надо напоминать, Чтобы подкова приносила счастье, Нужно ее прибить к копыту коня И пахать, пахать, пахать. Вот это мы часто забываем. Ну, что ты будешь? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ